Что едят наши дети против производителя молочных продуктов питания из Килии может вестись нечестная конкурентная борьба. Об этом сообщил мэр города Павел Бойченко, отреагировав на критику в адрес предприятия со стороны журналистов центральных СМИ и родителей школьников. Продукцию завода заранее закупали для нужд учебных заведений, в том числе и одесских школ. По словам руководителя мэра Килии, на предприятии работают более 500 сотрудников, его регулярно проверяют контролирующие органы. Также производитель молочной продукции – стабильный экспортер в соседние государства. Напомню, на выходных журналисты одного из центральных телеканалов ознакомили свою аудиторию. С результатами лабораторных исследований. Они установили, что в одном виде сливочного масла от килийского производителя 14% жиров неживотного происхождения. В остальном вообще 77% растительных жиров. Вне зависимости от того, чем завершится история, с килийским заводом качество питания в школах Одесского региона много вопросов. По мнению представителя образовательной комиссии облсовета Сергея Биба, контроль за качеством обеда в сельских школах чрезвычайно слабый. Когда я сделал лабораторные исследования, и у меня было с чем прийти, я пришел и показал. Уважаемые, смотрите, при норме жиров 93% у нас получается все наоборот. У нас рослинные жиры 93% и только животные жиры 7%. Жиры животного происхождения 7%. Что бы ни случилось с детьми, несет ответственность директор. Но давайте еще посмотрим, где это питание готовится. Есть ли у директора доступ посмотреть? Когда привозят в тормозах, извините, директор не видит, что там готовили.